Продолжать, Макс? Да. Вау. Привет! Это English Show. Мы продолжаем говорить о будущем времени. Мы уже с вами обсудили слово will, которое выражает будущее время, а также конструкцию going to. Сегодня мы закончим говорить о будущем времени и поговорим о present continuous, как present continuous выражает события в будущем. Обычно мы используем present continuous для того, чтобы сказать, что действие происходит в данный момент. Например, I'm playing tennis now. Сейчас я играю в теннис. Но present continuous еще можно использовать для того, чтобы сказать о будущем. Вы знали об этом? Если я говорю про настоящий момент, я скажу I'm playing tennis now. Сейчас я играю в теннис. Но если я скажу I'm playing tennis tomorrow, это будет означать, что завтра я играю в теннис. Я уже заранее запланировал это сделать, предупредил и договорился с человеком. В моем календаре стоит, что завтра в 2.30 я буду играть точно в теннис. То есть, когда мы говорим о будущем с помощью present continuous, мы хотим сказать о действии... Видите, мои очки. Мы хотим сказать о действии, которое точно будет. Которое... Мы сделали все, чтобы его организовать. Еще один пример. Софи is going to the dentist on Friday. Софи идет к дантисту в пятницу. Это означает, что Софи договорилась с дантистом, что он ее точно примет. У него записано, у нее записано. И она сделала все, чтобы организовать это. Или мы можем сказать... Это означает, что мы уже купили билеты. Мы организовали все, чтобы пойти на завтрашний концерт. Мы точно идем. Или еще один пример. У нас вечеринка на следующей неделе. Это означает, что не просто, а хотелось бы вечеринку на следующей неделе. А означает, что мы уже сняли ресторан, оплатили все столики, все предупреждены, программа подготовлена. Мы сделали все, чтобы вечеринка на следующей неделе состоялась. И она состоится. Итак, с помощью present continuous мы можем сказать о будущем действии, которое, по нашему мнению, точно произойдет. Потому что мы точно решили заранее, что оно будет. И мы сделали все для того, чтобы оно произошло. Мы договорились, мы конкретно уже забили время, проплатили, заплатили и так далее. Итак, если разделить по такой, скажем, шкале силы будущее, все вот эти конструкции, которые мы в последних уроках с вами обсудили, то можно разделить их так. Самое слабое – это will. Will – это значит, что мы делаем прогноз на будущее. Ну да, вот что-то, наверное, произойдет. Наверное, завтра на вечеринке будет много людей. Ожидается. И мы можем использовать will. Далее, по силе, можно поставить конструкцию going to. Я собираюсь что-либо сделать. Это означает, что мы заранее решили что-то сделать. Произвести какое-то действие. Хотя не сто процентов, что оно произойдет. Далее, то, о чем мы поговорили сегодня, это конструкция будущего времени с помощью Present Continuous. Это мы Present Continuous используем, когда говорим о действии, которое произойдет в будущем. И мы сделали все для того, чтобы оно произошло. И заранее решили, что оно произойдет. А еще сделайте по одному предложению с будущим временем, используя Present Continuous, то, о чем мы сегодня поговорили. И оставьте их в комментариях. Продолжайте подписываться на наш канал. Любим вас. Это были English Show. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok